Фермеру продолжает знакомить всех наших зрителей с гергебельской породой кур. Мухаммад Сеид, представь, пожалуйста, нашего героя. У нас в гостях сегодня Абакаров Ахмад, один из потомственных птицеводов, один из потомственных любителей, штучников. Те люди, то поколение, которое продолжает последующее дело предков. Ахмад. Ахмад, расскажите, пожалуйста, как давно, ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Как давно вы занимаетесь птицей? Как я помню, с детства я всегда любил птицу, и как я помню, они у меня всегда были и занимались. Ну, были моменты, которые я вот как-то вот попередом, ну, как сказать, ну... Не занимался. Да, не занимался, но по каким-то причинам. Вот снова решил этот... Не смог как-то... Бросить. Бросить, оставить это дело, и решил как-то повторно заниматься. Да. Вот, Евгений, что я говорю, у них вот здесь оно заложено. Да. Они не могут оставить это, это заложено. И я так понял, что в Гергебеле уже даже и не стоит задавать вопрос, как давно вы занимаетесь птицей, да? Все занимаются с детства, с рождения. Ну, тогда давайте поговорим, сколько у вас кур на данный момент? На данный момент у меня вот где-то вот, если посчитать, ну, где-то 10 голов, этот, взрослых. А есть и молодежь тоже вот, и есть цыплята тоже вот. Отлично. Мухаммад Сей, давай, поговори нам, порассказывай про этих кур, про этих петухов. Вот, вот, Евгений, вот, вот, вот. Мне вот этот взгляд понравился, я решил к ней заглянуть. Вот, вот она, надбровная дуга. Да, надбровная дуга здесь большая, вот я вижу. Как это красиво, смотрите. Как это красиво, Евгений. Как, как вообще, вот, 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 как, не знаю, как выразить свою мысль. Как можно не полюбить вот это? Как можно вот это не полюбить? Вот этот зачёс, вот эта борода, баки, вот этот взгляд, вот этот глаз, клёв. Ты не сверни их так это, отлюви-то. Да. Эта птица Ахмада, Ахмада очень давно занимается. Вот, как вы сказали, на самом деле здесь уже смысл. Это, может, мы можем отвечать на эти вопросы. Как давно мы птицей занимаемся, но, наверное, уже, как бы, этого не стоит спрашивать в этих местах. Да, 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 да. Это всё передаётся поколениями. Бывают времена, иногда, может, какие-то промежутки времени в этой жизни, вот взял, как бы, как у них говорят, всё, надоело, замкнуло, оставьте меня в покое. Убирают птицы, но они не могут без этой птицы. Также, Ахмад, я помню этот момент, когда он эту птицу убирал, были такие моменты у него в жизни, но всё-таки он вернулся к этому. Он вернулся к этому, вот она, очень хорошая курочка, мне она очень нравится. Вот та горловая складка, вот та болтушка, о чём говорят и в горах, и это. Что-то не хочет она, не знаю, она вас стесняется или меня стесняется. Да, ты её вот уже тут прихватил своими руками. Нет, всё хорошо, вот сейчас вот она у меня в кадре очень хорошо. Вот она, видите, как же это красиво. Мне, например, это нравится, я не знаю, как вы к этому относитесь, но я отташусь от этого. Наверное, очень тяжело держать петуха. Так, давайте ему петуха возьмём, я вижу, Ахмад уже что-то настроился. Давай, давай сразу же отметим, что, ну, петух у нас достаточно взрослый. Ну, два года, два, больше там, да. Больше, больше, вот. Третий год уже, да. Дерю второй, и третий год пошёл уже, петуху больше. Да, да. Ну, тоже, как бы, однотипность, да, то, что вы подмечали сами, Евгеньевич. Клюсна, она никуда не девается, она заложена вновь, вот она, вот она. Я думаю, где-то двадцать седьмое кольцо подойдёт, надеюсь подойдёт. Так же и голень, голень, она такая же, вот, вот здесь, и вот она здесь. Ну, давай. Да, да. Так же голень. Точно не дотянуться моими руками, не дотянуться. Тут ещё осталось сантиметра, наверное, три. Поэтому петуху, например, на данный момент, я подмечу, борода, она, баки шикарные, они есть баки. Ну, бороды её вот нету, она, вот они, голые места, значит, здесь была борода, она сошла, ленька, покушали или что подобное. Ну, показывается, по-моему, ленька, да? Ну, ленька, конечно. Вот молодое перо. Вот, да. Ну, зоб вот тут полный, птица кушает. Не полный, но есть, по крайней мере. Ага. Да, петух очень неплохой, очень неплохой. Вот та ширина, которая есть у этого петуха, визуально не передаёт его высоту. Вы заметили это? Ну, чем шире птица, тем она кажется ниже, безусловно. Вот. Конечно, конечно, конечно. Давайте посмотрим на... Мне понравилось, как ты растянул в одном из хозяйств. Ну, киль, кстати говоря, вот здесь вот тут меньше мяса, чем у предыдущих, да? Здесь меньше мяса. Совсем пустой. Это... Ну, хотя, я говорю, зоб полный. Ну, есть, по крайней мере, полный. А вот так вот, петух очень даже неплохой, очень высокий, хороший петух. Он мне очень нравится. Конечно, вот, как всегда, мы подмечаем, есть недостатки. Вот я немного заметил то, что вот здесь, как бы желтизна у него идёт. Желтизна, как нам Анатолий Борисович говорил, если желтизна в клюве, то мы посмотрим подошвы. И она имеется в любом случае. Ага. Если в клюве есть, она имеется. Это мы Анатолий Борисовича сейчас проверяем. Да. Или экзамен сдаём. Да. Действительно, жёлтая. Имеется, вот есть. Ну, даже вот то, что опять-таки мы подмечали, Евгений Ильич, вот Ахмад, он её не зря оставил. Он её не зря оставил. Вот тот же зачёс, та же борода, ширина плюсная, ширина корпуса, высота позволяет. И вот это я бы хотел сейчас из уст Ахмада услышать. Вот что было раньше, что есть сейчас и к чему он хочет стремиться. Вот это мне очень интересно. Вот для чего ты этого петуха взял, Ахмад? Значит, что тебе в нём понравилось? Ну, она как, вот у петуха пышность есть более, как раньше, тоже вот курочки очень пышные были. И борода у них, как это, болтушка, да, называют? Вот висячий такой этот. Вот поэтому, ну, сейчас нету, а так у петуха я знаю, какая у него борода и очень, такой болтушка хорошая. Поэтому хочу вот как-то... Он своему потомству передаёт эти признаки, вот эту бороду, болтушку? Да. Получаются цыплята такие же, да? Очень хорошие получаются тоже цыплята. Вот, 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 Евгеньевич, я влезу ещё в ваш разговор, я прошу прощения. Вот как Ахмад сказал, вот вы у него спросили, получает, передаётся ли это на цыплят, на потомство? Вот если бы это не передавалось бы, я думаю, что он этого петуха не оставил. Ну, да. Понимаете? Хоть они говорят, что мы не отбирали, у них подсознание это всё лежит. Это всё есть у них подсознание. Они понимают, что оно более красивее, оно более лучше, оно более чётче смотрится. Это, если сказать по науке, это не научный метод следования, да, стандарту, но это естественный метод, который они искусственно создают для... Народной селекции, это называется. Вот, вот, народная селекция. Что-то загнуло меня в философию. Ну, конечно, у нас у каждого есть свои цели, да, которые мы хотим добиться результата. Да, вот, и поэтому стараемся, вот, ну, ну, не сразу всё получается, как говорится, вот. У нас в очередной раз пошёл дождь, мы переместились под навес, и я бы хотел повторить. Ахмат, скажите, вот, вы изменили свой подход к разведению, содержанию птицы после того, как образовался клуб? Стали ли больше обращать внимание на цвет, на оперение, ещё какие-то? Вот это очень важно, как мне кажется. Расскажите, пожалуйста, про это. Да, конечно. Вот, вот, именно благодаря Мама Саида, вот, мы начали к этой птице, вот, относиться более серьёзно. И, как-то, вот, например, многие не обращали внимания на, за то, что у него жёлтый клюв, там, этот жёлтые ноги, вот. Мы сейчас более начали, вот, стремиться, да, чтобы были, вот, ну… Одинаковые. Это самое. И за что ему большое спасибо, вот, Мама Саида. Именно благодаря… Мы начали, вот, более, так относиться, вот. Я думаю, что это шаг очень правильный, чтобы каждый занимался в одну струю, что называется. Ну, да, мы тоже, вот… Ну, сейчас, к сожалению, не все понимают, да, вот, ну, как это… Эта птица для нас, да, вот, именно для жителей, вот, Гиргебельского района, это как домашняя, обычная птица, вот. Ну, они более ещё как-то не понимают, к сожалению, вот, как-то не хотят, что ли, вот. А так есть любители, которые уже более начали серьёзно относиться и стремиться к чему-то, вот… Относиться как к достоянию, во-первых, Гиргебельского района, во-вторых, Дагестана, в третьих, России. Да, именно так есть. Отлично. Желаю вам процветания и чтобы… Спасибо большое. Ваша птица так же разводилась, росла и вас радовала и кастрюлю и гостей радовала и семью. Да, обязательно. Потому что без этого никак. Удачи вам в разведении. Спасибо вам большое, спасибо большое.